Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире программа «Якутск сегодня» режиссёры Ольга Степанова и Марина Вгородова, а у микрофона сегодня редактор Юрий Сергеев. Я приветствую вас в нашей сегодняшней радиотелепередаче. В республике, главой республики Айсеном Николаевым 2021 объявлен годом здоровья. Здоровье каждого – приоритет. В Якутске создан и успешно работает Центр нейродегенеративных заболеваний. Вот подробно прямо сейчас. И в том числе об ассоциации пациентов со спиноцереблярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями. Рад отметить, что ассоциация является обладателем гранта президента Российской Федерации Владимира Путина 2021 года. Вот только что начавшегося года. И наша сегодняшняя теле- и радиопрограмма приурочена к предстоящему Дню науки, который отмечается 8 февраля. И вот к тем мероприятиям, которые пройдут в рамках трехлетия создания Академии наук России. Ну что ж, а затем в третьем блоке нашей сегодняшней программы еще одна тема, очень актуальная вашему вниманию – экологическое состояние города Якутска. Соблюдаем ли мы, горожане, природоохранное законодательство? Ну и так, сразу представлю гостей нашей сегодняшней передачи. Это ведущий научный сотрудник, руководитель Центра нейродегенеративных заболеваний клиники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, кандидат медицинских наук Татьяна Кимовна Давыдова. Здравствуйте, Татьяна Кимовна. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. И председатель Ассоциации пациентов со спиноцереблярной таксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями в Республике Саха-Якутия, врач-генетик Оксана Гавриловна Сидорова. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, уважаемые телезрители и радиослушатели, если у вас возникли вопросы, то, пожалуйста, звоните нам на прямой эфир, а телефону я вам напомню. 32-0-66, 32-11-66. Ну что ж, Татьяна Кимовна, вам первый вопрос. Вот какие болезни, да, вот вообще относятся к нейродегенеративным заболеваниям, о чём я уже выше говорил. Ну, это всё, что относится, видимо, к болезни мозга, да? Да, это нейродегенеративные заболевания относятся к болезням мозга, конечно. Конечно. Болезни мозга вообще можно разделить на две большие группы. Это одна группа, которая возникает остро, это, к примеру, инсульты или повреждения мозга, которые получены во время черепно-мозговой травмы. И вторая группа – это хронические заболевания. Ну, к примеру, это демилинизирующие заболевания и большая группа, к которым относятся нейродегенеративные заболевания. То есть они отличаются длительным течением, связаны и являются возрастозависимыми. То есть они чаще всего возникают в пожилом возрасте. Ну, типов заболеваний много, наверное, да? Да, заболеваний, нейродегенеративных заболеваний, конечно, очень много. Но по всему миру и в России первое место среди нейродегенеративных заболеваний занимает болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Да. Ну, какие основные причины? Причины? Ну, дело в том, что причины этих нейродегенеративных заболеваний на протяжении вот уже, не побоюсь сказать, 150-200 лет изучаются учеными, исследователями, врачами. Но конкретные причины для выяснения возникновения этих заболеваний еще не обнаружено. Вот поэтому эта проблема нейродегенеративных заболеваний является очень актуальной во всем мире. И в том числе в нашей республике. Вот почему мы и создали наш центр. Потому что, во-первых, нужно было уточнить диагностику, сколько этих больных у нас, вообще есть ли такие больные. Потому что мы все знаем, что многие люди страдают, к примеру, нарушениями памяти, но не все обращаются к врачу. Потому что, как правило, возникают нарушения памяти в пожилом возрасте, и все считают, что это связано с возрастом. Но это не так. Ну, вкратце тогда вот несколько слов о вашем центре. Наш центр вообще был организован в ноябре 2018 года. Но в полную силу он начал работать с 1 апреля 2019 года, когда открылось неврологическое отделение на 30 коек. 50% 15 коек из которых являются предназначены для больных с нейродегенеративными заболеваниями. И за этот прошедший год, этот год показал, что наше отделение является очень востребованным в республике. Потому что у нас на плановое лечение очередь где-то за полтора-два месяца. И, что очень радует, к нам начали поступать больные со всей республики. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, телефоны 32 0066 и 32 1166. Если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Ну, теперь я хочу к Асане Гаврильевне вам задать вопрос. Ну, так исторически сложилось, что в якутской популяции имеется большое количество больных, да? С болезнью Пьера Мария. Ну, это тоже известно в народе. А еще называть ее мозжечковой атаксией или по-другому со спиноцереблярной атаксией первого типа. Вот это тоже одно из тех редких орфанных заболеваний, о чем говорила вот Татьяна Акимовна. Вот действительно, что наша республика занимает одно из первых мест. Не то, что в регионе, там, да, в стране, а в мире. Ну да, исторически так сложилось, что спиноцереблярная атаксия занимает первое место в мире по Якутии. И частота ее составляет, по разным данным, от 42 до 78 человек на 100 тысяч населения популяции. Для сравнения можем сказать, что в японской популяции частота эта составляет 0,5 или 1 человек на 100 тысяч населения. Но там спиноцереблярная атаксия распространена шестого типа. И для сравнения хочется сказать, что общественность Японии, конечно, знает об этом заболевании больше по фильму, по сериалу «Один литр слез», который был написан на основании дневника девочки Аи, которая болела этим заболеванием. Ну, конечно, вот печально, что все-таки вот атаксия первого типа, да, она не имеет радикальных методов терапии на сегодняшний день. Поэтому мы все как-то с надеждой, вот пациенты и больные ждут, когда же все-таки это случится и эта болезнь отступит. Возможно, в ближайшие годы или как? Да, ну, как любое наследственное заболевание, большинство наследственных заболеваний, да, радикальных методов терапии это заболевание не имеет. Но исследования проводятся, вот, не только российскими, но и зарубежными учеными. Поэтому мы также надеемся, как специалисты, что в ближайшем будущем будет найдена терапия от этого заболевания. Ну, вот год назад, вот по инициативе сотрудников Якутского научного центра комплексных медицинских проблем была создана ассоциация, да, пациентов со спинно-цереблярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями в республике Саха-Якутия. Оксана Горьковна, вы ее возглавили. Вот, и хотелось бы, конечно, вкратце, для чего она была создана, с какой целью? Да, когда мы начали исследование по спинно-цереблярной атаксии, внедрили инвазивные методы. Этот метод является самым, скажем, на сегодняшний день эффективным методом профилактики первичной. В 2002 году нашими сотрудниками Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, председателем локального этического комитета Сарданой Кононовной Кононовой и нашим общественным активистом, представителем семьи со спинно-цереблярной атаксией Галины Гаврильевны Егоровой и мною с 2002 года мы планировали создание данной ассоциации, чтобы помочь решать комплексные вопросы, проблемы, которые возникают в таких семьях. И с присоединением к Янце КМП клиники, клинической базы, и с открытием отдела Центра нейродегенеративных заболеваний нам удалось осуществить этот замысел, и в 2020 году, почти что год назад, мы зарегистрировали нашу ассоциацию пациентов со спинно-цереблярной атаксией и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия. А ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, есть какие-то вопросы по этим орфанным редким заболеваниям? Ну то, пожалуйста, прямо сейчас звоните, 32-00-66, 32-11-66. Татьяна Акимовна, к вам вопрос такой будет, да? Ну, конечно, вот у вас центр уже работает, и он востребован действительно и в городе Якутске, особенно и в Республике. Ну, кто всё-таки может пройти лечение? Как попасть в ваш центр? В наш центр можно попасть через своего участкового невролога. Ну, обычно так и делают. Этот невролог должен позвонить заведующим неврологическим отделением, объяснить ситуацию, уточнить диагноз, какой целью должен больной поступить к нам, есть ли подозрения на нейродегенеративные заболевания. И после этого мы его записываем в плановом порядке на госпитализацию. Ну, вот в период пандемии, наверное, в прошлом году пациентов всё-таки было меньше, да, чуть? Да, конечно, пациентов было меньше, но, тем не менее, в этом году мы через наше отделение прошли уже 251 человек. Несмотря на то, что мы были закрыты из-за пандемии. Но всё равно, как говорится, палаты не пустуют. Палаты не пустуют. Ну, и ещё у нас телефонный звонок, давайте послушаем тебя. Алло. Торого ром. Торого ром. Так, пожалуйста, вопрос ваш. Мы слушаем. Ага. Бой юхабилюттян митрабапағай Сергейбин, он эти талбастанаре. Ага. Бастаны идти маннык, идти бэле, хомолей кисутарис антиген ауан сэтта, бэ бирден а райы ханы барден болтаде. Так. Так, пожалуйста, у нас времени мало. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, я думаю, пока у нас до рекламы ещё чуть время есть. Вот, Оксана Гавриловна, наверное, всё-таки вот звонок из Верхнего Илюська. Что спрашивает вот наш радиослушатель и зритель? Да, вопрос, конечно же, немножко не по нашей теме сегодняшнего выступления. Вот, но я так поняла, что слушатель спрашивает о том, передаются ли гены по х-хромосоме от отца к дочери. Ну, учитывая то, что х-хромосом у нас передаётся только по мужской линии, да, то, скорее всего, нет. Это заболевание, и вот эти вот все показатели генетические, они не передаются от отца. Телезрители и радиослушатели, мы уходим сейчас на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Наши телефоны 32-00-66, 32-11-66, поэтому ещё мы ждём ваши звонки. Продолжаем нашу передачу. Итак, Татьяна Акимовна, вам вопрос такой. Ну, существует ли вот наследственная предрасположенность, да, и к этим вот заболеваниям, редким таким, орфанным ещё, как называют её в народе, и как предупредить вот развитие нейродегенеративных заболеваний? Пожалуйста, вам слово, как специалисту. Спасибо за вопрос, но вопрос очень обширный. Да. Значит, нейродегенеративные заболевания есть и редкие формы заболеваний, которые могут передаваться по наследству. Но это не значит, что если, например, болен родитель, то обязательно будет болен ребёнок. Вот это во-первых. Значит, теперь как предупредить? Конечно, сейчас все усилия исследователей и учёных направлены на то, чтобы именно предупреждение и выявление на ранних этапах этих заболеваний. Потому что они проявляются именно тогда, когда уже практически 80% нейронов погибли, да, и компенсаторные механизмы уже, как бы, они находятся на пределе. И в этот момент уже, как бы, помощь, она будет неэффективной, да. И поэтому именно выявление на ранних этапах вот этих нейродегенеративных заболеваний является задачей учёных по всему миру. Вот, и, конечно, в этом случае, в этом случае, конечно, здесь играет роль большая диспансеризация населения. Вот, и именно конкретное, вот, целенаправленное, какие-то, вот, скрининговые исследования именно по определённым заболеваниям. Хорошо, вот у нас телефонный звонок поступил, да, послушайте, пожалуйста, наших телезрителей и радиослушателей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Про геймер бы хотелось бы послушать, как это опять... Ага, всё. Хорошо. Так, второй вопрос у нас есть, да? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, какие признаки этой болезни и с какого возраста начинается? Хорошо. Пожалуйста, вам слово. Кто? Ага, ну, болезнь Альцгеймера, это болезнь, которая развивается в пожилом возрасте, значит, после 60-70 лет, и она характеризуется нарушением памяти. Вот, и от чего это заболевание возникает, в общем, до сих пор точно неизвестно. Вот, но, тем не менее, возможно, ранние признаки этого заболевания, ну, это тоже, может быть, какая-то рассеянность, забывчивость и так далее, да, человек, может быть, начинает блуждать. И для профилактики этого заболевания, конечно, есть ещё такие сопутствующие заболевания, такие, как, например, дисциркуляторная энцефалопатия, которая может сопровождаться когнитивными нарушениями, да, в результате вот нарушения мозгового кровообращения. Поэтому здесь лечение вот этих сосудистых заболеваний мозга тоже будет являться одним из методов профилактики. Вот, но вообще вот ранние выявления, вот, как я уже сказала, выше нейродегенеративных заболеваний, это очень большая такая задача. Здесь нужно работать вместе и учёным, и практическому здравоохранению, чтобы вот именно делать вот эти скрининговые исследования. Например, вот есть такие на ранних симптомах, на ранних стадиях при болезни Паркинсона, например, потери обоняния, да, там может быть, там какая-то вегетативная недостаточность, которая характерна для многих заболеваний. И нарушение обоняния тоже характерно для многих заболеваний. Но если, значит, мы имеем там комплекс вот этих методов, этих симптомов, и, предположим, у человека есть какая-то наследственность, да, по этим заболеваниям экстрапирамидным, то мы уже можем включить этого человека в группу риска и начать проводить ему какое-то лечение превентивное. Вот это и будет. Хорошо. Татьяна Кивановна, это первый вопрос или на второй вы ответили тоже, да? Я и на первый, и на второй. Так, телефонный звонок. Давайте послушаем те ещё наших радиослушателей и телезрителей. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Это Усалдана. Да? Сандаман Ягна беспокоит. Слушаем вас. По якутскому я хотел. Ну, задайте по якутскому я. Шоу. Остыган баара, тёргуттер баарда, чонбарбалар. Олорма хоктаууттеры. Олтан билигинке, онток ворбун билэм, тёргупун билэмм. О, нacionь, нербан ене оллоксок. Билигин, исэрди в ахуйбэм. Восанаре, ере гебым. Оменьки тэнки ал Kathy Анатарлахтан. Ну, вот, радиослушатели... Сулдана, да, вот, высказал свое тоже мнение. Ну, давайте еще один телефонный звонок примемте, потом мы ответим, прокомментируем их. Алло. Алло. Да-да-да. Доброе утро. Доброе. Я хотел спросить, вот, спинно-мозговая энцефалопатия, да, она наследственно передается, и они одинаковы с вилюйским энцефалитом. И излечимы за это. Ага. Спинно-мозговая энцефалопатия. Вилюйский энцефалит не излечим, а спинно-мозговая как? Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, Татьяна Акимовна. И давайте тогда, Оксана Горильевна, пожалуйста, вам слово. Да, хочется сказать, да, что каким образом было обнаружено заболевание спинно-мозговой энцефалитом, это было еще в бытность министра Петрова Прокопия Андреевича в 70-е годы, когда начали изучать вилюйский энцефалит, и тогда были обнаружены несколько наследственных заболеваний, такие как ССА и миотоническая дистрофия. Ага. Татьяна Акимовна, вот как раз Сус Алдрана тоже звонил, да, наш радиослушатель, зритель? Там он высказал свое мнение. Вы что думаете по этому поводу? Я совершенно с ним согласна, потому что вот экологические причины нарушения нашей природы, это является одной из причин развития вот этих нейродегенеративных заболеваний. И, естественно, это задевает вопросы питания. Сейчас вопросы питания занимают очень, ну, первое место, можно сказать, в лечении, в профилактике заболеваний, потому что очень, практически, очень многие заболевания связаны именно с нарушением питания, что непосредственно связано с нарушением экологии. Вот, и нужно действительно питаться натуральными продуктами, в общем, пересмотреть свое питание. Да, чтобы болезнь, чтобы организм получал необходимые микроэлементы. Спасибо. Так, Оксана Галинина, ну вот ваша ассоциация, давайте вернемся к вашей ассоциации. Вот вы нынче победили в конкурсе грантов президента России, как мы уже сказали, этого года. Ну вот что в планах у вас есть по мероприятиям? Да, значит, в прошлом году, когда мы зарегистрировали свою ассоциацию, буквально через полтора месяца началась эпидемия COVID-19. Но мы вот успели 29 февраля с поддержкой Янца КМП и Мединститута СФФУ провести школу-семинар по презентации нашей ассоциации. И на этой конференции приняли активное участие наши пациенты, научные сотрудники, врачи, студенты будущие медики и волонтеры. Мы прослушали множество интересных докладов. И одним из ключевых моментов этой конференции было то, что мы прослушали доклад от нашей пациентки. И доклад был очень эмоциональный, волнительный. И по прослушанию, то есть, как мы услышали этот доклад, мы, конечно, еще раз верились в том, что мы двигаемся в правильном пути. Наша помощь необходима таким семьям. Вам желаем успехов в вашей работе ассоциации. Так, ну у вас телефонный звонок, телезритель, радиослушатель. Алло. Алло. Да. Игильдар, да. Игильдар, игильдар, то пожалуйста. Мин вопрос, Игильдар. 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 Вопрос, пожалуйста, конкретный, а PayPal. Мне вопрос надо. Татьяна Кивина, наверное. Все. Так, еще один телефонный звонок у нас есть на прямой линии. Пожалуйста. Алло. Я оторвался звонок. Так, кто ответит? Татьяна Кивина, наверное. Да, но этот радиослушатель имеет в анамнезе черепно-мозговую травму, удар каким-то тяжёлым предметом по голове, но и сейчас его, видимо, беспокоят, есть какие-то жалобы у него, да? Ну, последствия черепно-мозговых травм, в принципе, это можно лечить по уместужительству, потому что причина этого известна. Вот, там другое дело, если, например, там есть какие-то осложнения, там, судорожный синдром и так далее, да, или ликвидинамические нарушения, которые вот нуждаются в применении высоких технологий, в применении там видеомониторинга ЭГЭ и так далее, или тогда его участковый невролог должен направить по квоте в республиканскую поликлинику, республиканская больница номер один, и там уже врач этого медцентра разберётся. Если же, или он может, сейчас очень много платных клиник у нас, куда он может тоже обратиться со своей проблемой. Хорошо. Ну что ж, у нас остаётся совсем немного времени до конца эфира. Оксана Галина, что бы вы пожелали вашим пациентам, да, обращаясь к телезрителям, радиослушателям, пожалуйста? Да, я хочу пожелать нашим пациентам всё-таки бороться с этим заболеванием, не оставлять надежды, побольше позитива, вот, и обязательно старайтесь, чтобы ваши дети, скажем, будущее поколение всё-таки каким-нибудь образом приобщалось к информации об этом заболевании. Мы планируем выпуск брошюры в этом году, выезд в отдалённый УЛУС, где наиболее распространяются заболевания, вот, и будем планировать ещё проведение круглого стола с участием учреждений и организаций, поэтому просим принять в этом активное участие и следить за информацией. И коротко, Татьяна Кивовна, буквально два слова. Ну, поскольку, мы почему называемся Центром нейродегенеративных, потому что мы хотим собрать, потому что мы собираем сведения о нейродегенеративных заболеваниях по всей республике. Всё, спасибо. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы говорим спасибо участникам передачи, уходим на рекламную паузу. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, вы смотрите и слушаете радио-телепрограмму «Якутск сегодня». В нашем заключительном блоке, вот, в гостях у нас сегодня руководитель Якутского комитета экологического надзора города Якутска Кирилл Евгеньевич Алчин. Здравствуйте, Кирилл Евгеньевич. Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. Ну что ж, сейчас вот на улице лютые морозы стоят, минус 50, ночью вообще ещё, да и во всей республике, да и в городе Якутские туманы. Но, тем не менее, всё-таки, я считаю, что экологический надзор не дремлет, надеюсь. Работу вы проводите. Чем сейчас конкретно вы занимаетесь? Ну, наша работа никогда не прекращалась, ни во время пандемии, ни в любое время суток, дня и ночи. Наши инспектора несут свою службу не только на территории города Якутска, но и по всей республике. Работы очень много, начиная от отходов производства и потребления, вопросы, знаете, охотничьего надзора. Закончился у нас сезон охоты на копытных. Сейчас идёт подготовка к следующему сезону. Ещё идёт охота на волков. Сейчас будет проводиться зимний маршрутный учёт для определения эквотирования на следующий год для наших охотников, да, по результатам которого будет выделяться квота на добычу копытных. Также сейчас сложный период для животных. Значит, наши егеря на особо охраняемых природных территориях проводят подкормку. Значит, животных в это сложное время. Помимо этого, отрабатываются вопросы с охотпользователями. Ну, ведётся работа в этом направлении большая. Подготовка к предпаводковым мероприятиям уже началась. Решаются вопросы подготовки к новому пожароопасному сезону. Ну, государственный экологический надзор, конечно, это работа с предприятиями, с организациями, с физическими лицами. То есть, вопрос эко-просвещения. То есть, работа не прекращается ни на минуту. Непочатый край, как говорят, да? Да, то есть... Уважаемые телезрители и радиослушатели, если есть вопросы, пожалуйста, Кириллу Евгеньевичу Алчину, вот Якутский комитет экологического надзора, то задавайте свои по телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Кирилл Евгеньевич, ну, всё-таки меня иногда вот затрагивает такая вот тема, да? Вот слив сточных, вот, да, фекалий различных. Вот, ну, скажем, не в том месте, где это надо было бы вообще производить. Вот такие случаи, по-моему, нынче зимой были такие случаи. Вот об этом, пожалуйста, расскажите нашим радиослушателям. Какие меры вообще к ним применяются? Ну, это, так сказать, есть такое явление, да? Незаконный слив канализационных стоков зачастую, да, осуществляется у нас фекальным автотранспортом, который осуществляет вывоз жидких канализационных стоков от населения, либо, значит, с неблагоустроенного жилого фонда. Данные нарушения есть, имеют быть место, знаете, что в средствах массовой информации сейчас факты есть, выявляются. По этим, значит, наше министерство, значит, отслеживает все социальные сети, и та информация, которая есть, отправляется в те инспекции, где данное нарушение в каких регионах фиксируется. А оперативная реакция есть все-таки на эти факты? Да, да, и, конечно, отрабатывается. Ну, я могу сказать, что, к примеру, в 2019-2020, да, у нас большая работа была проведена по данным направлениям. Большие административные штрафы были наложены, это вот касаемо в районе Табаги незаконной сливы у нас были, компанию от УДОР, так называемая, да. Дело возбуждалось, направлялись дела на возбуждение уголовных дел в отношении них. В частности, по результатам тех проверок, которые проводились, та компания вообще прекратила свою деятельность на территории Табаги. В прошлом году у нас было выявлено, получается, по данным нарушениям, 55 нарушений. В этом году уже 14 нарушений было выявлено инспекторами. Инспектора, конечно, мы же не можем их привязать к одному и тому же месту, да. В принципе, те места, где есть, они незаконно сливают, определены. И регулярно проводятся рейды по выявлению, пресечению данных нарушений. Хорошо. У нас телефонный звонок. Вот, пожалуйста, Кирилл Евгеньевич, слушаем. Алло. Алло. Доброе утро. Доброе. У меня вот беспокоит то, что у нас в реке Лене есть зарыт Троянский конь, так называемый, да. Это перебрава нефтепровода в районе Олегминска. Угу. У нас сейчас питьевой водой по всему миру проблема. А вдруг эту трубу прожрет, город Якутий без воды останется. Ну, не только город Якутий, вообще почти вся Якутия. И второй вопрос, да. Вы говорите, днем и ночью работаете, да. Я что-то не чувствую, что вы ночью работаете. Вот город Якутий самый задымленный город. Не знаю, где я бы и в заграницах побывал, везде и в России бывал. Нигде такого нет, что пуша жгут, что-то жгут, постоянно дым. Летом постоянно дым. Почему это не контролируют? Курвосуточно надо контролировать. Они по ночам жгут, этот мусор. Хорошо. Ну, вот такой, значит, и вопрос, да, и комментарий нашего телезрителя-радиослушателя. Что вы скажете? Касаемо, конечно, реки Лена, да. Это река у нас федерального надзора, да. И касаемо вот нефтепровода, так называемого, который проложен, да, говорят. Конечно, здесь принимаются меры в рамках промышленной безопасности, да, и те структуры, которые за них отмечают федеральные. В частности, Росприроднадзор. Министерство экологии это не отстраняется от этой работы и проводит постоянный мониторинг состояния водных объектов, в частности, реки Лена. Инспекции в районе Алёкминска отбираются, пробы в районе реки Якутска отбираются. Есть план по отбору проб, мониторинга, да, состояние воды. То есть, эта работа как бы ведется. Ну, у нас тоже газопровод вот через реку Лену-то идет. Ну, он есть, но на данный момент... Выходит на Кангалацкий район. Ну, фактов-то загрязнения реки нету по данному поводу. А вот по мусорной реформе, правильно, вот телезритель-радиослушатель заметил... Вот в этом году, да, было очень много, значит, обращений, в частности, к нам тоже по задымлению. Это в рамках возгорания полигона на девятом километре Вилюйского тракта, как говорит данный гражданин. Все-таки все прекрасно понимают, что специфика нашего города, она вот обусловлена тем, что мы находимся в так называемой котловине. И тот смог, который в случае возгорания, да, вот... Ну, как бы оседает, да? Оседает все-таки здесь, в котловине, да. Надо сказать, что, в принципе, в городе Якутске не так много промышленных предприятий, да. Ну, сравнительно. Да, которые бы загрязняли воздух именно выбросами. То у нас, в основном, выбросы осуществляются за счет автотранспорта и за счет предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Да, да. Больше у нас, можно сказать, таких крупных, которые осуществляют большой сброс в атмосферу, нету. Ну, конечно, по полигону, по возгоранию, да, здесь есть проблема. Проблема такая, что к нам люди обращались, да, и мы просто-напросто фиксировали данные факты, актировали и передавали в Росприроднадзор. Ну, а что дальше? Дальше так как? Поскольку есть два уровня надзора, да, это федеральный надзор, в частности, и региональный. Региональный, понятно, да. Мы осуществляем проверку предприятия регионального уровня, а полигон 9-й километр Вилюйского тракта, он относится к объекту федерального надзора. То есть, он поднадзорен Росприроднадзору. То есть, зайти на данную территорию мы просто не имеем права. Значит, проверки все касаемо данного полигона проводил именно Росприроднадзор. То есть, они брали из-за меры воздуха и принимали меры административного воздействия к жилкам сервису, поскольку у нас фирма осуществляет эксплуатацию данного полигона жилком сервис. Поэтому здесь, конечно, знаете, что полигон очень старый, с 70-х годов, тело достигает больше 20 метров залегания мусора, и зачастую очень сложно потушить его. Есть обнадеживающая информация, что возможно будет построен новый полигон, но это пока тоже так скажем. Ну, по данному вопросу работа не останавливается, ведется. Знаете, что в рамках федерального проекта комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами реализуется проект строительства нового полигона на 125 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Он будет расположен на 27-м километре Вилюйского тракта. Данной работой занимается, утвержденное, значит, распоряжением правительства республики Саха-Якутия, это Министерство жилищно-коммунального хозяйства. На данный момент ведутся работы по проектированию данного полигона. В рамках мероприятий «Чистая страна» разработан проект рекультивации полигона 9-го километра Вилюйского тракта, который прошел экспертизы, получил положительные. И на данный момент решается вопрос вообще закрытия данного полигона для его рекультивации. Ну что ж, вот такой вопрос, Крилл Евгеньевич, в конце, да, буквально нашей сегодня телерадиопрограммы. Все-таки незаконные свалки у нас не уменьшаются, ну, можно сказать, не то что увеличиваются, но, тем не менее, факты есть тоже. По несанкционированным свалкам вы имеете в виду? Ну, они есть, действительно, этот факт существует. У нас есть свой реестр, который мы ведем несанкционированных свалок. Принимаются меры административного воздействия, если есть собственник земельного участка, на котором организована данная несанкционированная свалка. Есть, значит, меры административного воздействия непосредственно тех, кто устраивает несанкционированные свалки эти. Помимо этого отрабатываются эти вопросы с городом. Значит, закладывается финансирование на уборку несанкционированных свалок. Нельзя сказать, что их стало больше, их стало гораздо меньше. Но факты есть, и народ зачастую у нас их использует. Свалки-то образуются у нас зачастую под отсыпку территории. То есть люди начинают отсыпать свои заниженные места, и вследствие чего образуют несанкционированную свалку именно там. Поэтому вопрос этот решается, он идет и отрабатывается. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели. На этом наша сегодняшняя программа «Якутск» сегодня в прямом эфире подошла к концу. Спасибо всем, кто звонил нам сегодня в студию, задавал свои вопросы, высказывал свое мнение. Вел программу редактор Юрий Сергеев. До свидания, до встречи в эфире. Продолжение следует...